На днях на Накынском рудном поле отметили 60-летие треста и кут-алмаз и 25-летие компании Алроса. На юбилей алмазников побывала наша съемочная группа. Нюрба по праву считается колыбелью алмазной эпопеи. Ровно 80 лет назад, в 1937 году, было принято решение начать поиски алмазных залежей на территории СССР. Для решения задачи была сформирована специализированная тунгусская экспозиция, которая позднее была переименована в Амакинскую. Не найдя алмазы в Иркутской области, экспедиция двинулась на северо-восток. Поиски в Якутии практически сразу же увенчались успехом. С тех пор началось бурное освоение найденных кимберлитовых трубок. А в 2002 году на Нюрбинской земле началась разработка трубки Нюрбинская. Очень много тогда сделано было и очень много нового было впервые. Вот та же МРХ. 22 тысячи тонн грузов было доставлено по воде. Нюрбинский ГОК – один из самых молодых и современных горно-обогатительных комбинатов компании «Алроса». Он работает на Анакинском рудном поле, добывая алмазы из руды и песков трубок Батобинская и Нюрбинская. В настоящее время освоение трубок идет открытым способом. Проектная производственная мощность карьеров составляет 300 тысяч тонн руды в год. Вообще 25 лет я как раз в 92-м, 3-м, ну я 84-го года работаю в компании, да. Ну конечно колоссальные изменения, конечно. Этих трубок вообще по мини даже не было слышно о них. Сейчас новейшая техника везде работает, импортная техника работает. На торжественном юбилее были отмечены и награждены передовики и ветераны-алмазники, которые внесли, да и по сей день вносят неоценимый вклад для развития алмазной промышленности Якутии и страны в целом. Роман Савинов, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нюрба.